Способ достижения своих целей это создание профессиональных союзов по определенным категориям с отстаиванием своих... Как это часто делают, даже музыовые звенья, монтажники, которые между собой передоговорились о том, что вот такой тариф и все, куда ни клюнь, везде один тариф, и ты не можешь их как-то побороть. Это монополия с нас. Это даже не монополия, это ближе к сговору. Картельный сговор. Картельный сговор. Они, да, они, вступите за нас. Начнем как бы больше требовать себе уважения. Я понимаю, что тут у нас появится конфликт интересов с бизнесменами, которые вам дают работу, но на самом деле... А вот это и есть гражданское общество. Подподвиняем. Подподвиняем на создание каких-то новых отстаиваний... Поводите нам побороть налоги, чтобы вам помогли. У нас появится деньги, чтобы обладать еще... Хорошо. Речь у инженеров идет, коллеги, о создании профессионального сообщества, которое сможет отстаивать свои общие интересы. В принципе, очень достойная вещь. Я когда-то создал одну профессиональную ассоциацию, я был руководителем инициативного. И это было... Там все было невозможно. Начиная с того, что в списке профессий ее не было, а теперь есть. Там просто все ни во что не верили. Она работает в пятый год, отлично работает, всего подобивались. Там просто... Там сплошное чудо на каждом этапе. Все возможно делать. Хорошо. Культура. Все, что мы можем сделать на этом этапе, это пропагандировать пропаганду революции добра. То есть многие на востоке, на юге, кто отрезан от интернета, кто просто зашорен, мы, к сожалению, не можем достучаться до них через соцсети, через интернет. Поэтому я думаю, что в наших руках есть другие художественные формы, с помощью которых мы можем донести, ну, все доброе и светлое, за что мы стоим на Майдане сейчас. Это может быть изготовление трафаретов и забомбить Донецк, Луганск, Селебенкси. Мы можем доносить информацию, пропагандировать... Доступными вам средствами. Доступными нам средствами. Ну, я думаю, что на востоке хорошо бы отставить агитбригаду. Да, и вот. И очень рабочие, очень хорошо воспринимать материалы. Хорошо, прекрасно. Слышали? Художники готовы сплотиться в агитбригаду, либо собирать агитбригаду, ездить по стране и доносить. Журналисты вы никак не чувствуете? Чувствую. Очень хорошо. Правильно, им же нужен материал... Это к студентам. Им же нужен материал, чтобы они приносили, правильно? Друзья, честно, я работал в 2004 году за наших на выборах, агитбригаду. Кто ваши были? Что же думаете, я сейчас здесь? Ни наши нормальные человеческие силы, ни орки, ни морковь. И это работает. Люди, ну, скажем так, не обезображенные интеллектом, они не пойдут в театр, они не залезут никогда в фейсбук. Но они приходят и с удовольствием вот на такой простой... А мы им там листовки со списками предприятий. Вот здесь это предприятие. А мы им там информационные бюллетени. С помощью неких трагматургических приемов мы можем ни о чем не говоря рассказать так, что он где-то внутри прочувствует, то, что надо прочувствовать. Это великая сила искусства. Работа, это работа. Очень много. Очень много. Классно. Хорошо, прекрасно. Спасибо, искусственные. Я боюсь IT даже трогать, но придется. Только кратко. Да, у нас было много идей, как вы уже поняли. Они были очень актуальны, такие как электронная безопасность, электронное государство, которое уже есть модель, лицензирование и прочее. Но то, что лениваем на нашу группу, это была IT-грамотность. Мы как-то очень все так сразу к нашей текущей ситуации все это сопоставили. И поняли, что я сама специалист по соцсетям, я знаю, что не все далеко, даже наши ревестники сидят в фейсбуке, согласитесь. И наша задача, то, что мы увидели, это IT-грамотность как предпосылка гражданского общества, это IT-грамотность от элементарной акции «позвони, зайди к соседям, покажи, как найти в Амальске ТВ или альтернативные источники информации, кроме телевизора. Позвони бабушке своей, приди к ней и покажи, как этим пользоваться». То есть дать информацию через IT-образование, эти грамотности. Хорошо. Вы сайт сможете сделать в нашей организации? Сможем, мы сможем. Да? Да? И эту идею отличную. Смотрите, друзья, на самом деле ясно, что мы вот этим не ограничимся. Было бы смешно, если бы на этом попрощались и дальше лайкали друг друга в фейсбуке. Не, ни в коем случае. Это вводная часть. Мы будем этим заниматься долго, кто хочет. Постоянно. Отсюда и постоянно. Значит, у нас есть место в Киеве, которое у нас всегда готово принимать. Это open кафе, так называемое, Саксаганского, 55. Они дают нам зал, очень любезно предоставили. Там зал на 30 мест. Значит, я планирую с каждым из вашей группы, если вы согласитесь, один раз в неделю, начиная с завтрашнего дня, встречаться группой в удобное время и предметно уже без камер разговаривать там о всяких таких штуках, чего мы реально можем сделать. Они, конечно, все будут мирные, но это будет уже очень конкретная задача. Вы можете притянуть людей, которые не были здесь, например, да? И в разработку, связаться с друг другом, обменяться телефонами и сетевыми всякими штучками внутри, начать уже общаться и под встречу приходить с вашими готовыми решениями. У меня есть свои разработки. Из других групп тоже можно приходить, особенно если вот сейчас мы установим, кто в ком нуждается больше всего. И мы быстро начинаем эту систему крутить. Она не останется на уровне поговорили, провели один сет. Не. Будем очень активно работать, если вы хотите, конечно. Понятно, да? Место встречи у нас есть. Каждая группа будет решать. Надо сейчас назначить старшего или нескольких модераторов. Решать, когда с кем мы встречаемся и поехали крутить буквально с завтрашнего дня. Понятно, да? Но это чуть позже. Сейчас нам надо еще сделать упражнение, просто чтобы эмоциональная память осталась, как это делать, и мы могли это делать. Кто у нас следующий? Дизайнер. Их три человека, но зато там... Да, мы не строим, но что мы выбираем? Такую идею мы хотим внести, спалифицировать. То есть это, как бы вот, Украина. Идея Украина, она сейчас рушится в плане визуальных восприятий. То есть тот же орнамент вот вышитых рубашек, да, тот же фанкси. У них есть стиль. То есть если нужно покрасить подъезд, то есть мы тоже в помощь, мы это делаем так, чтобы это было красиво, чтобы это было жалко уничтожено. То есть это уже психологическая атака на... чтобы было жалко уничтожено. Это один из наших главных принципов. Понимаете? Чтобы было жалко уничтожено. Мы должны делать вещи, которые жалко уничтожено. Вот это очень важно. Это такой принципиальный. Да. Все отлично. А теперь смотрите, нам нужны листовки будут явно. Если поедет бригада, я думаю, она поедет так или иначе. Или даже интернет-бригада поедет. Это должно быть в дизайне, правильно, в каком-то. Почему оно должно? Ну мы можем там черно-белым шрифтом написать, что все за степлый океан. Надо разработать такую, такой дизайн, чтобы крышу сносило, чтобы передавалось именно тепло, эмоционально. Человеку хотелось туда, ему было жалко это уничтожить. Листовки выбрасываются, срабатывает каждая сотая листовка. А эти, чтобы не хотелось выбрасывать. Понимаете? Чтобы человек при себе их все-таки оставлял. Ну дома поставил, настолько она красивая и интересная. Надо сделать. Айтишники должны это в электронный вариант. Пошло по сетям. И так далее, и так далее. Вместе с маркетологами. Вместе с маркетологами, да. На что реагируют потребители? Вот это все он не делает. Из психолога. Вот. Сейчас мы наставим конкретную задачу, вы не думайте. Кто у нас? Рыбаки, охотники и любители природы. Давайте я вам скажу. Я один. Я представляю тысячи, сотни тысяч людей, которые считают высшим благом сохранение природы. Что есть? Наши озера, наши леса, наши поля и чистое небо. И животные. С чем? Да. И живые организмы, которые есть и в воде, и на природе. С чем мы боремся? Посмотрите. Дорничанка сливается, речка, если кто-то знает, на левом берегу. 512-й и химволокно сливается и выходит в Днепр возле нового железнодорожного моста. БСА, Бортническая станция аэрации, в районе первого шлюза, Бурло, вместе со всем навозом в Днепр. Черниговский химволокно и Шостка сливаются в Десну. Посмотрите на края, на наши берега, на Днепра, Десны, куча мусора, стекла, пластика, всего что угодно, начиная с шприцов и заканчивая с тем остальным. Что мы делаем уже сейчас? Да, я представляю только сайт рыбалка.ком. Там куча единомышленников, есть люди, которые понимают и вырабатывают позиции. Что мы сейчас делаем и предлагаем вам реально? Первое. Никогда не мусорить самому. Нигде. В городе, на природе. Никогда не быть равнодушным к тому, что кто-то это делает. Замечания, вплоть до того, что помощь. Мы всегда убираем за собой и привозим по два мешка, забираем за теми, извините, козлами, свиньями, которые этого не понимают. На машинах вывозим, убираем. Мы делаем каналы для выхода малька в реку, там, где наши чиновники для спасения кончезаспы сбрасывают воду. Мы пробиваем лед для того, чтобы не было задухи рыбы. ловим браконьерские сети. Мы заставляем малька отпускать. Мы не позволяем там ставить браконьерам эти селки против бобра, выдры и так далее. Мы ловим на базарах вот этих сеточников, которые продают. И предлагаем включиться дальше, уже сегодня, бороться за будущее наших детей. Вот это должно быть не тринадцатым пунктом, а самым первым. Мы его поставим. Все остальное под него пойдет. Смотрите, учителя уже сегодня в школах могут формировать у детей сознание ответственности за природу, не боясь идти в парк, где уколоться на шприц или на стекло. Маркетологи могут прогнать хорошие программы, исключающие продажи каких-то орудий и сеток и этих самых на базарах магазинов. Кто там дальше? Журналисты. Публикуйте, пропагандируйте сохранение природы. Помогайте. Не нам, прежде всего всем нам, себе. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вопрос. Митя, можно добавить? От студентов. У нас у парня была очень хорошая идея. Вот мы студенты, мы на самом деле, а может он сам скажет, мы связующее звено. И то, что вы хотите сделать, мы можем доносить не только до других студентов, но и до школьников. И до старших поколений. Вот этот парень. Я так вышла сказала. Поэтому не забывайте про студентов. И мы инициативно активны. И мы поможем, если что. То же самое с экологическим образованием. Мы тоже можем это пропагандировать. Вот в этом наша организация. Знаете, нас многие могут утрекнуть сейчас еще, что пока, я же говорю, переломные часы, мы тут хлопаем друг другу аплодисментами, сидим в розовом облаке. Иллюзии. Я вам скажу, что знаете, когда система, стратегия победит? Знаете? Когда мы с гордостью будем говорить, я пошел и мусор убрал у себя перед домом. Никогда я правительство завалил. Я мусор перед домом убрал. Вот тогда мы будем европейцами, вот тогда у нас работают. А правительство... Можно нам объяснить? Да. А может, не черный заместитель, если не коронечит вас задержит? Ну, я объясню, что это такое. Да, ну, не черный. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Сережа, слушай. Значит, я оставляю конкретные задачи прямо для нас, чтобы вы не ушли безусловно, без ничего особенного. Понятно, да? Сейчас мы будем вот о чем. У нас есть еще время, вот сколько-нибудь? Скажите, пожалуйста. Пока труба играет. Я понял, отлично. Значит, смотрите, нам нужно сделать сайт однозначно для этой структуры. Да? В любом случае. Для всей структуры. Для всей структуры, для всей стратегии. Правильно? Надо? Надо. Нам нужно делать листовки и шире, скажем так, пропагандистские материалы. Да? Как их раздавать? Объясняю. Потому что люди в Николаеве спрашивают, Алексей, можно вот эту вашу длинную штуку изложить на полстранички? Да. Они не понимают. Вот, как бы, да? Нам нужны вот это очень сильное место. Я что под этим не веду? Маркетологи, вы понимаете, что? Бизнесмены, вас прессуют и ваши друзья. Давайте хотя бы анонимно сообщать об этих случаях. Если мы не рассказываем, по крайней мере, что система с нами делает, чем она нам мешает, так зачем вообще все это затевать? Я говорю, хотя бы анонимность уже боимся. Случай такой-то. Такой-то чиновник у такого-то вымогал. Все. Откуда ты знаешь? А, антишники расскажут. Понятно, да? На самом деле, если, допустим, врач профессиональный, его тоже можно помещать. Давайте, мы сейчас под революцией это дело, на самом деле. Чтобы не сказали, что мы совсем уже оторвались от рябинга. Это под революцией. И это надо делать. А мы не собираемся каким-то образом обращаться уже к тем существующим лидерам, партиям, которые уже есть эти наши люди? Или общественные организации. Или я.